Молитвами Святых Отец наших Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне, Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним, силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, в вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А всем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Марка святое благовествование. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И вечер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим. И говорили между собою, Кто же сей, что и вечер, и море повинуются ему? И глаголы им в той день вечеру бывшу Приедем на он пол. И отпуща народы, Появши его, як уже бев корабли, И они их же корабли бяху с ним. И бысь буря ветрена велика, Волны же вливакуся в корабль, Як уже погружатесе ему. И бе сам на корме, На возглавнице спя, И возбудиши его, и глаголуши ему, Учителю, не родиши ли, як погибаем. И восстав, запрети ветру, И рече морю, Молчи, перестань, И улежи ветер, И бысь тишина велия. И рече им, Что так устрашливы есть те, Как они им эти веру, И убоявшися страхом велием И глаголок друг к другу. Кто у бы сей есть, Яко и ветр, и море Послушают его. ПЕСНЯ Стихи 35-й, 41-й Вечером того дня Сказал им, Переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, Взяли его с собою, Как он был в лодке, С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, Волны били в лодку так, Что она уже наполнялась водою, А он спал на корме, На возглаве. Его будят, и говорят ему, Учитель, неужели тебе нужды нет, Что мы погибаем? И, встав, он запретил ветру И сказал морю, Умолкни, перестань. И ветер утих, И сделалась великая тишина. И сказал им, Что вы так боязливы, Как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, И говорили между собою, Кто же сей, Что и ветер, и море Повинуются ему. Матфей повествовал об этом Иначе, чем Марк. О чем тот сказал пространнее, То это сократило. И наоборот, Что первый изложил кратко, О том последний сказал пространнее. Господь берет с собой Одних учеников, Предоставляя им быть зрителями Будущего чуда. Но, чтобы они не превозносились тем, Что других отослал, А я их взял, И вместе, чтобы научить их Переносить опасности, Попускает им быть в опасности от бури. А спит он пресемстой целью, Чтобы чудо показалось им тем важнее, После того, как они перепугались. Иначе, если бы буря началась В бодрственном состоянии Христа, Они не испугались бы, Или не обратились бы к нему С прошением о спасении. И вот он попускает им быть В страхе от опасности, Дабы они пришли в сознание силы его. Поскольку они только на других Видели благодеяние Христовы, А сами не испытали ничего подобного, То была опасность, Что они сделаются беспечными. Поэтому Господь попускает быть буря. Он спит на корме корабля. Она была, конечно, деревянная. Пробудившись, Христос запрещает Сначала ветру, Так как он бывает причиной Морского волнения. А потом укращает и море. Обличает и учеников за то, Что они не имели веры. Ибо если бы они имели веру, То верили бы, Что он и спяще может сохранить Их невредимыми. Ученики говорили между собой, Кто же сей? Потому что имели еще Неопределенное понятие о нем. Так как Христос укротил море Одним повелением, А не жезлом, как Мисей, Не молитвенным воззванием, Как Елисей и Ордан, Не ковчегом, как Иисус Новин, То по этой причине Он показался им выше человека. А тем, что спал, Он являлся им опять человеком. Если веруешь, что Бог промышляет о тебе, К чему тебе беспокоиться и заботиться О временном и о потребном Для плоти твоей, А если не веруешь, что Бог промышляет, И потому кроме Его сам Заботишься о потребном для тебя, То ты самый жалкий Из всех людей. Для чего? Ты живешь или будешь жить? Возверьзи на Господа печаль твою, И той тебя припитает. Солом 54 стих 23 И не убоишься страха нашедшего. Притчи Соломона, Глава 3 стих 25 Кто однажды навсегда посвятил себя Богу, Тот проводит жизнь в упокоении ума. Без нестяжательности Душа не может освободиться от мятежа помыслов И, не приведя в безмолвие чувств, Не ощутит мира в мысль. Не входя в искушение, Никто не приобретет духовной мудрости. Без прережного чтения Не узнает тонкости помыслов. Без тишины помыслов Ум не подвигнется в сокровенные таинства. Без упования по вере Душа не может отважиться смело на искушение. Не испытав явственного покровительства Божие, Сердце не в состоянии надеяться на Бога. Если душа не вкусит сведением страданий Христовых, То не будет иметь общения со Христом. Человеком Божиим Почитай того, Кто по великому сердоболию Умертвил себя для необходимой потребности. Ибо кто милует нищего, Тот попечителем о себе имеет Бога. И кто ради Бога обнищает, Тот обретет неускудевающие сокровища. Бог ни в чем не имеет нужды, Но увеселяется, когда видит, Что человек упокоивает образ его И чтит оный ради него. Когда попросит, кто у тебя того, Что имеешь ты, Не говори в сердце своем, Оставлю это душе моей, Чтобы упокоиться в этом. Бог из другого места Подаст ему потребное для него. Такие слова приличны людям неправедным И не знающим Бога. Человек справедливый и добрый Не даст чести своей иному И не попустит, чтобы время благодати Проходило без дел. Человек нищий и нуждающийся Снабжается от Бога, Потому что Господь никого не оставляет. Но ты, Отослав от себя убогого, Уклонился от чести, Данной тебе Богом, И удалил от себя благодать его. Посему, когда даешь, Веселись и говори, Слава тебе, Боже, Что сподобил меня найти, Кого упокоить. Если же нечего тебе дать, Почерадуйся и благодаря Богу говори, Благодарю тебя, Боже мой, Что дал мне благодать эту И честь обнищать ради имени Твоего И сподобил меня вкусить скорби, Положенной на пути заповедей Твоих В недуге и нищете, Как вкушали святые Твои, Шествующие путем сим. И когда изнемогаешь, Говори, Блажен сподобившийся быть Искушенным от Бога в том, За что наследуем жизнь. Ибо недуги насылает Бог Для здравия души. Некто из святых сказал, Замечал я, что монаху, Который не работает, Благоугодно Господу И не подвизается ревностно О спасении души своей, Но не родив прохождение добродетелей, Непременно попускается Богом Впадать в искушение, Чтобы не оставался он праздным И от многой своей праздности Не уклонился в худшее. Посему-то Бог налагает искушение На ленивых и нерадивых, Чтобы помышляли они об искушениях, А не о суетном. Твоит же сие Бог Всегда с любящими Его, Чтобы вразумить, умудрить И научить их воле своей. И когда будут умолять Его, Не скоро внемлет им, Пока не из ним могут, И пока, несомненно, Не дознают, Что за нерадение и за ленность Их приключилось с ними это. Ибо написано, «Егда прострете руки ваши ко мне, Отвращу очи мои от вас, И ащи умножите молений, Не услышу вас». Исход, глава 1, стих 15. И хотя говорится сие и о других, Однако же написано, собственно, Об оставивших путь Господен. Но по велику говорим, Что Бог многомилостив, То почему же, Когда постоянно толцем И просим в искушениях, Не бываем услышаны, Но презирает Он Прошение наше? Всему, конечно, Учит нас пророк, Говоря, Не мала рука Господня, Чтобы помиловать, И не тяжел Господь слухом, Чтобы услышать, Но грехи наши Разлучили нас с Ним, И беззаконие наши Отвратили лице Его, Чтобы не слышать. Исход, глава 59, стихи 1 и 2. Во всякое время Воспоминай о Боге, И Он Воспомянет о тебе, Когда впадешь в беды. Естество твое Сделалось удобно Приемлющим в себя страсти, Много искушений В настоящем мире Недалеко от тебя зло И источается внутри тебя И под ногами твоими. Не сходи с того места, На котором стал. Когда соизволит Бог, Освободишься от всего. Как близки между собой Веки на глазах, Так искушения Близки к людям. И Бог Предустроил сие Премудро Для пользы твоей, Чтобы ты постоянно Ударял в дверь Его, Чтобы страхом скорбного Всевалось пометование О нем в уме твоем, Чтобы к нему Приближался ты в молитвах И освещалось сердце твое Непрестанным пометованием о нем. И когда будешь умолять, Услышит тебя, И дознаешь, Что избавляющий тебя Есть Бог, И сознаешь создавшего тебя, Промышляющего о тебе, Хранящего тебя И сотворившего Для тебя Сугубый мир. Один, Как временного Учителя и наставника, Другой, Как отеческий дом И вечное наследие. Бог не сотворил Тебя недоступным Прискорбному, Чтобы и тебе, Выжилав божества, Не наследовать того же, Что наследовал Бывший Первоначально Деницею, А впоследствии За превозношение, Ставший сатаною. А также Не сотворил тебя Неуклонным И неподвижным, Чтобы не соделаться тебе Подобным Естеству Неодушевленных Тварей, И чтобы Доброе в тебе Не осталось для тебя Безвыгодным И незаслуживающим Награды, Как естественные Скотские преимущества В бессловесных. Ибо Всякому Легко Понять, Сколько Рождается Пользы, Благодарения И смирения От того, Что Изощрены Против тебя Сии Жало. Посему Явно, Что в нашей Возможности Подвязаться В добре И уклоняться От худого, И что Нам Усвояются Проистекающие От того И честь, И бесчесть. Постыждаемые Бесчестием Мы Боимся. Возбуждаемые Жечестью Приносим Благодарение Богу И Простираемся К Добродетелью. Бог Умножил Сих Пистунов, Чтобы ты Освободившись От них, Соделавшись Недоступным Для скорбей И став Выше Всякого Страха, Не забыл Господа Бога Твоего, Не уклонился От него И не Впал В Многобожие, Как многие Другие, Хотя бы Подобострастны Тебе И поражаемы Такими же Горестями, В одно Мгновение Времени, По причине Временной И малозначительной Власти Или телесной Доброты, Не только Впали В Многобожие, Но и Себя Самих Дерзнули Несмысленно Именовать Богами. Посему-то Бог Попустил Быть Тебе В скорбях, А иногда Попускает И для Того, Чтобы Ты, Уклонившись, Не Приогорчил Его, И чтобы Ему, Подвергнув Наказанию, Не Истребить Тебя От Лица Не Буду Говорить О Нечести И Прочих Хулах, Порождаемых Благоденствием И Небоязненностью Жизни, Когда Исказанного Пред Сим Не Осмелится Иной Выговорить. Посему-то Страданиями И Скорбями Бог Умножил В сердце Твоем Пометование О Нем И Страхом Противного Побудил Тебя Приступить К Вратам Его Милосердия И Избавлением От Сего Сеял В Тебя Любовь К Нему, Вложив В Тебя Любовь, Приблизил К Себе Честью Сына Положения И Показал Тебе Сколько Богато Благодать Его. Ибо Откуда Узнать Бо Тебе Такую Его Промыслительность И Благопопечительность Если Бы Не Встречалось Тебе Ничего Противного. Поэтому Любовь К Богу Всего Более Может быть Умножаема В Душе Твоей Сим Именно, То есть Уразумением Дарования Его И Пометованием О Преизбытке Промышлений Его. Все Семь Блага Порождаются Семь Семь Пометование о нем, чтобы, пробыв долго без пометования о нем, не оказаться тебе, не имеющим дерзновения, когда приходишь к нему. Ибо дерзновение пред Богом бывает следствием частого с Ним собеседования и многой молитвы. Сношение с людьми и продолжение оного бывает посредством тела, а сношение с Богом – посредством душевного пометования, внимательности в молитвах и всесожжения. Долговременным сохранением пометования о Боге душа по временам приводится в изумление и удивление. Да возвеселится сердце ищущих Господа. В защите Господа, осужденные, и утвердитесь надеждою, в защите лица Его покаянием. Псалом 104, стихи 3 и 4. И осветитесь святынью лица Его, и очиститесь от грехов Своих. Все виновные во грехах, притеките ко Господу, который может простить грехи и презреть прегрешения. Ибо склятываю, изрек он через пророка. «Живу, ас», – глаголит Господь, – «не хочу смерти грешника, но ежи обратитесь и живу быти ему». И еще. «Прострог, руцы мои, весь день к людям, непокоряющимся и противу глаголющим». И еще. «Скую умираете, доми Израилев, обратитесь ко мне, и обращусь к вам». Книга пророка Езекииля, глава 33, стих 11. Исход, глава 65, стих 2. Книга пророка Малахии, глава 3, стих 7. И еще. «В тот день, в который грешник оставит путь свой и обратится ко Господу и сотворит суд и правду, беззаконий его не помяну, но живя, жив будет», – глаголит Господь. «И если праведник оставит правду свою и, согрешив, соделает неправду, правды его не помяну, но поползновение положу пред ним, и во тьме дел своих, прибыв в них, умрет он». Книга пророка Езекииля, глава 18, стихи с 21 по 24. «Почему же это? Потому что грешник не приткнется в грехе своем в тот день, в который обратится ко Господу, и правда праведного не избавит его в тот день, в который согрешит, если пребудет он в таковом грехе». «А Иеремии так сказал Бог, возьми себе свиток книжный, и что сказал я тебе, напиши, от дне Иосии царя Иудина и до сего дне, вся злая». «Что, как сказал я, наведу на народ сей, да услышав и убоявшись, оставит человек путь свой лукавый, и обратившись, покается, и отыму грехи их». Книга пророка Еремии, глава 36, стихи 2 и 3. «И премудрость изрекла, покрывая грех свой, не будет ни к чему годен, а кто исповедует грехи свои, и оставит их позади себя, тот сподобится милости от Бога». Книга притчи Соломона, глава 28, стих 13. «И Исаия говорит, взыщите Господа, и взыскав, призовите Его, и приблизившись, да оставит путь свой грешник, и муж неправедный, советы своя, и да обратитесь ко мне, и помилую вас. «Не судьбу совете Мои, як уже совете Ваши, не же путие Мои, як уже путие Ваши». Исход, глава 55, стихи 6 по 8. «Аще послушайте Мене, благая земли снести» Исход, глава 1, стих 19. «Приидите ко мне и послушайте Меня, и живы будете душою Вашою, когда сохранишь пути Господни и сотворишь волю Господню, тогда надейся на Господа и призывай Его, и ище глаголю щути, речет, сепри и дох». Исход, глава 58, стих 9. «Когда на неправедного находит искушение, не имеет он упований, чтобы призвать Бога и ожидать от Него спасения, потому что во дни упокоения своего удалялся от воли Божьей. Прежде, нежели начнешь брань, ищи себе помощи, и прежде недуга, зыщи врача. Прежде, нежели найдет на тебя скорбь, молись Богу, и во время горести найдешь Его, и услышит тебя. Прежде, нежели поползнешься, призывай и умоляй, и прежде, нежели станешь молиться, уготовь обеты, то есть на пути отсюда». Ковчег Ноев приуготовлен был во время мира, и древа его обделаны за сто лет, а во время гнева неправедные погибли. Праведник уже стал он покровом. Неправедные уста заграждаются молитвою, потому что осуждение совести делает человека не имеющим дерзновения. Сердце доброе с радостью источает слезы в молитве. В ком мир мертв, те с радостью терпят обиды, а в ком мир жив, те не могут терпеть обиды. Но движимые тщеславием гневаются и от неразумного движения приходят в смятение или объемлются печалей. О, как трудно преуспеть в таковой добродетели, и какую славу приобретает она у Бога! Кто хочет преуспеть всей добродетели, то есть терпеть обиду и быть великодушным, тому нужно удалиться от своих родных и саделаться странникам, потому что в Отечестве Своем невозможно преуспеть в этой добродетели. Одним великим и сильным свойственно переносить страдания ее среди своих родных, и могут сие только те, в ком умер этот мир, потому что отчаялись они во всяком настоящем утешении. Как благодать близка к смиренно-мудрию, так болезненные приключения и близки к гордыне. Очи Господни на смиренно-мудрах, чтобы возвеселить их. Лице же Господни противу гордых, чтобы смирить их. Смирение всегда приемлет от Бога милость, а жестокосердию и маловерию встречаются страшные события. Умоляй себя во всем пред всеми людьми, и будешь возвышен пред князьями века сего. Придворяй всякого своим приветствием и поклоном, и будешь почтен паче приносящих в дар афирское золото. Уничижай себя, и увидишь в себе славу Божию, ибо где прозябает смирение, там источается Божия слава. Если будешь домогаться, чтобы явно уничижали тебя все люди, то Бог соделает, что будешь прославляем. Если же в сердце своем будешь иметь смирение, то в сердце твоем покажет тебе Бог славу свою. Будь удобо пренебрегаемым в величии твоем, а не великим в малости твоей. Старайся быть в пренебрежении, и исполнишься Божией честью. Не домогайся быть в почтении, будучи внутренно исполнен яс. Укори честь, чтобы стать почтен, и не люби чести, чтобы не быть обесчищен. Кто стремится за честью, от того бежит она вперед. А кто убегает от чести, того настигает она сзади и делается для всех людей провозвестницу его смирения. Если пренебрежешь сам себя, чтобы не быть тебе чествуемым, то провозгласит о тебе Бог. Если вправду будешь порицать себя, то Бог всем тварям своим повелит восхвалять тебя и отверзут пред тобою дверь славы Создателя твоего и восхвалит тебя, потому что в тебе действительно есть его образ и подобие. Кто видел человека, сияющего добродетелями и для людей, представляющегося ничтожным, светлого жизнью, мудрого ведением, смиренного духом, блажен, кто смиряет себя во всем, потому что будет он возвышен. Ибо кто ради Бога во всем смиряет и умоляет себя, тот прославлен бывает Богом. Кто алчит и жаждет ради Него, того упоит Бог своими благами. Кто терпит наготу ради Бога, тот облекается им вризу нетлений и славы. Кто обнищает ради Бога, тот бывает утешен истинным его богатством. Уничижай себя ради Бога и не узнаешь, как умножится слава твоя. Всю жизнь свою признавай себя грешником, чтобы во всей жизни своей быть тебе оправданным. Будь невеждую в мудрости своей, а не кажись мудрым, будучи невеждой. Если смирение возвышает человека простого и не ученого, то рассуди, какую честь доставит великим и почтен. Бегай тщеславие, и будешь прославлен. Бойся гордости, и будешь возвеличен. Не дано тщеславие сынам человеческим и высокомудрее по рождению жен. Если добровольно отрекся ты от всего житейского, то ни о чем уже ни с кем не состязуйся. Если возгнушался ты тщеславием, то бегай тех, которые гонятся за ним. Бегай от любостяжательных, как и от самого стяжания. Удаляйся от роскошных, как и от самой роскоши. Бегай от непотребных, как и от самого непотребства. Ибо если одно воспоминание о сказанном возмущает ум, то коль ми пачи воззрение на таковых и препровождение времени с ним. Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу. Обращайся с имеющими смирение, и научишься их нравам. Ибо если в воззрении на таковых полезно, то коль ми пачи учение уст их. Вослюби нищих, чтобы через них и тебе улучить милость. Не сближайся с любопрителями, чтобы не быть тебе принужденным стать вне тишины своей. Без отвращения сноси зловоние от недужных и особливо убогих, потому что и ты обложен телом. Не упрекай скорбящих сердцем, чтобы тебя не поразил жезл их, и взыщешь утешителей, и не найдешь. Не уничижай у вечных, потому что в ад пойдем все равночестными. Люби грешников, но ненавидь дела их, и не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому не быть искушенным в том же, чем искусились они. Помни, что и ты причастен земного естества, и делай добро всем. Не укоряй требующих молитвы твоей, и не решай их умягченных словес утешения, чтобы не погибли они, и с тебя не были взысканы души их. Напротив того, помни, что врачи воспалительные болезни исцеляют прохладительными лекарствами, а противоположные им горячительными. Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь выше меры его, лобызай руки и ноги его, обнимай их часто с великую честью, возлагай их на глаза себе, и хвали его даже за то, чего не имей. А когда разлучишься с ним, говори о нем все хорошее, и что не есть досточестного, ибо сим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его стыдиться тем приветствием, каким приветствовал ты его, и посеешь в нем семена добродетель. От такой снисканной тобою привычки отпечатлеется в тебе добрый образ, приобретешь в себе высокое смирение, и без труда преуспеешь в великом. А сверх этого, если чествуемый тобою и имеет какой недостаток, легко примет от тебя врачевание, постыждаемый тою честью, какую ты оказал ему, пусть всегда будет у тебя этот нрав. Ко всем быть благоприветливым и почтительным. Никого не огорчай, или никому не завидуй, ни по причине веры, ни по причине худых дел его, но берегись кого-либо и в чем-либо порицать или обличать, потому что есть у нас нелицеприятные судья на небесах. «Если же хочешь обратить кого к истине, то скорби о нем и со слезами и с любовью скажи ему слово или два, а не воспаляйся на него гневом, и да не увидит в тебе признака вражды. Ибо любовь не умеет раздражаться или огорчаться на кого, или укорять кого неравнодушно. Указанием любви и ведения служит смирение, которое рождается от доброй совести о Христе Иисусе, Господе нашим. Ему слава и держава со Отцом и со Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь». Господь, просвещение мое, и спаситель мой, кого боюся, Господь, защититель живота моего, от кого страшуся, «Внегда приближатися на мя злобующим, ежи снести плоти моя, оскорбляющей мя и вразимой идти из немогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него азуповаю. Едино просих от Господа то взыщу, ежи жить ими в дому Господней, вся дни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святы Его. Яко с Крымя в селении Своем в день зол моих, покрымя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя, и ныне сей вознесе главу мою на враги моя, по быдох и пожрох в селении го жертву хваления и воскликновения. Пою и воспою, Господи, Ви, услыши, Господи, глаз мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи, сердце мое, Господа, взыщу, взыскать тебе лице мое лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от меня и не уклонись огневом от раба Твоего. Помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Боже, спасителю мой. Яко, Отец мой, мать и мое, остави с Томя, Господь же восприят мя, законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь дьми ни в души стужающих ми, яко, воссташи на мя, свидетели неправеднии и солгани правда себе, верою ведите благая Господня на земли живых. Потерпи, Господа, замужайся и докрепи все сердце Твое и потерпи, Господа. Помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей и помножеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипачевым имен беззаконие моего от греха моего чести мя. Яко, беззаконие мое, знай, грех мой предо мной и есть в ину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко, доправдившись, о славе всех Твоих и победиши никогда судить идти. Себо беззаконник зачат, есмь и во грех всех родимя, мать и моя. Себо истину возлюбил, и себе известной и тайной премудрости Твоей я явил миссии. О, кропиши мя, и сопом, и очищусь, о мыши мя, и пачи снега убелюся. Слуху моему дася, радости, веселье, возрадуется, кости смиренныя. Отврати лице Твои от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чистого, созижди во мне, Божий, Дух права, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отреми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык моей правде Твоей. Господи, уснимые, тверзиши, устамые возвестят хвалу Твою. Яко, аще бы восхотелось и жертву дал бы хобо, все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смирено Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим, Сиона, недосозиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды в изношении всесожигаемая. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица. Речет, Господи, беззаступник мой си, прибежище моей. Бог мой, уповаю на него. Яко, то избави тебя от сети, ловчая, славися, мятежно. Плечма своим осенитя и под крыльей Его надеяшися, оружием обылетя истина Его, не убоившися от страха ночного, от стрелы летящей во дни, от вещи во тьме приходящей, от срящей и беса полуденного. Падет от страны Твоей отысяча и тьма лесную Тебе, к Тебе же не приближиться, а бачи от Чима Твоем осмотриши и воздаяния грешника возреши. Яко Ты, Господи, упование мое Вышнего положилось и прибежище Твое, не приедет к Тебе зло и рано не приближиться те лиси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя у всех у тех Твоих, на руках возмуття, да никогда приткнешься камень ногу Твою, на аспиды Василиска наступиши и попереши льва и змия, яко намя упала и избавлю и покры и яко позна имя мое, воззавет ко мне услыши Его, с ним есть скорби и смой прославлю Его, долготые дни исполню Его и явлю Ему спасение мое. Возведок очи мои в горы, отнюдь уже приедет помощь моя, помощь моя от Господа сотворшего неба и землю, не дашь во смятение ноги Твоей я, ниже воздремлет, храняй Тя, сене воздремлет, ниже уснет, храня Израиля, Господь сохраните, Господь покров Твой на руку десную Твою, во дни солнце не ожет Тебе ниже луна ночью, Господь сохраните от всякого зла, сохрани душу Твою, Господь, Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне до века. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день, дай мне всецело предаться воле Твоей, святой, на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Аминь. Субтитры 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 Субтитры